Доброго времени суток дорогие друзья я рада приветствовать вас на своем канале и сегодня я покажу как заморозить черешковый сельдерей на зиму ну как правило в черешковом сельдерее ценятся сами стебли они идут в салаты ну в общем то это видео нам для любителей сельдерея потому что есть люди которые не любят сельдерей есть те которые как я да без него жить не могут а мы его кушаем круглый год я сама выращиваю да вот такой черешковый сельдерей и замораживаю на зиму добавляю во все абсолютно блюда которые готовлю первые вторые блюда и замороженные сельдерей в зимний период времени я кладу в салаты он прекрасно сохраняется прекрасно замораживается и в таком виде добавленный салат сохраняет и вкус и запах ну и в общем то да дают такую пикантность зимним салатом что мы делаем ну однозначно сначала да нужно обрезать места вот срезок вымыть вымыть просушить у меня не совсем он вот как бы еще просох но уже можно да чтоб вода с него не текла и обрезаем аккуратно вот эти вот кончики заветренные я обрезала заветренные кончики и отложила в сторону сразу те стебельки которые тоненькие то есть я их не буду для салата я их заморожу для добавления в различные блюда здесь где черешки толстые я обрезаю вот таким вот образом и делаем нарезку вот это кстати говоря тоже я вот в эту сюда перекладываю кучку и нарезаю такими кусочками которые обычно добавляют салат в летнее время вот он сочный сейчас он как раз вы и в той стадии листья и у него еще не совсем такие жесткие стали потому что сальдерей если передержать он становится очень такой жесткий грубый для первых блюд это пойдет но если мы сейчас говорим о салатах то вот в этом состоянии когда он еще такой мягенький нежные на него листочки все и вот эту часть я сразу убираю в морозильную камеру помещаю пакет и в морозилку вот такими кусочками он и будет в салате не размораживая да то есть нарезаю допустим зиму помидоры огурцы и обязательно добавляю туда сельдерей можно конечно покупать магазины там более крупные более сочные получаются черешки но в основном как бы израильский но есть такое мнение что генномодифицированные они не буду я говорить говорят израиль не используют всякую такую гадость возможно израильский можно есть но лучше свой до заготовить вот так с лета и наслаждаться любимой зеленью любимыми приправами вот в таком виде отправляю в морозилку и приступаю к обработке листьев вот он замороженный уже и он замерзает вот так запах обалденный то есть он как свежий абсолютно свежий это вот для добавления в супы его вторые блюда то есть то что мы делаем с вами вот такие вот брикетики они прекрасно хранятся до самого лета до новых заготовок так вот первую партию я нарезала и еще раз прохожусь потому что где-то стволики и листики у него ведь и такие вот широкие надо бы еще немножко потому что в блюдах они потом разворачиваются в принципе это красиво такой листик плавает в борще или в супах но я делаю вот так вот поменьше ну и собственно говоря все вот эта партия отправляется в пакет в морозильную камеру вот я уложила все в пакетик разровняли максимально воздух убираем отсюда вот так закручиваем наш пакет и вот такими порциями я замораживаю и мы зимой кушаем сельдерей а еще одну партию буду делать то есть можно заморозить вместе с базиликом тоже очень вкусно потому что к мясным блюдам я использую и ту и ту траву да и поэтому ну нет смысла раздельно морозить точно так же можно заморозить с петрушкой с укропом то есть сделать такое ассорти которое вы используете постоянно для ваших блюд в зимнее время у меня на сегодня все с вами была мария будьте здоровы и пусть вашей жизни все будет прекрасно пока пока до новых встреч